Приветствую вас и, как вы, наверное, понимаете, ваши проблемы, ваш вопрос, связанный с волей. Проблема воли и проблема принятия волевого решения решается через два направления, через движение в двух направлениях. И первое направление – это внимание. Видите ли, такая способность, как внимание, в действительности, требует тренировки. И для того, чтобы тренировать внимание, нужно учиться не допускать в свое сознание другие мысли, кроме тех, которые касаются вольного объекта, то есть научиться удерживать фокус внимания. Ведь парадокс в том, что легко это внимание как-то обратить на что-то, но сложно удержать. И вот сложность удержания внимания и есть ключевой момент в данном случае. Чтобы удержать внимание, нужно тренироваться. Тренироваться так же, как и любую другую способность, например, силу, выносливость, ловкость. И тренировка эта связана вот с чем. Вы кладете перед собой простой предмет. Абсолютно простой. Например, листок белой бумаги. И смотрите только на него и думайте только о нем. Потратьте на это 10 минут для начала. Отдохните и в следующий раз, когда вам будет удобно, попробуйте сделать это больше 20 минут, 30 минут и так далее. Наверное, где-то полчаса будет достаточно. Далее еще попробуйте более сложный предмет. Там, где будет больше элементов в предмете, он будет более сложный, вам будет тяжелее удерживать на нем свое внимание. И вот так внимание вы будете тренировать. Тренировать внимание для того, чтобы уметь на час чем-то заниматься, не рассеивать его, а продолжать удерживать. Качество очень важное и правильное, если вы хотите действительно чего-то добиться. Без фокуса внимания это не получится. Дальше можно поговорить о следующем направлении. Это направление мотивов. Те мотивы, которые у вас есть сейчас, их явно недостаточно для того, чтобы вы начали заниматься тем, что нужно. Соответственно, поиск новых мотивов нужен. Или более явное представление о себе в том, что касается последствий для вас в плане здоровья, если вы не будете, допустим, заниматься с нижением веса. Это могут быть какие-то физические возможности, это может быть внешняя эстетика, это может быть симпатия для более яркой, симпатия страны, мужчины, это может быть привлекательность, это может быть стильность, стройность, возможность одеваться определенным образом и так далее. Мотивов может быть много. Поиск мотивов является основным направлением для того, чтобы начать что-то делать. Чем больше мотивов, тем больше шансов, что вы что-то начнете все же осуществлять. И завершая ответ на ваш вопрос, хочется сказать так. Поддержка родственников для вас обязательна, но решайте это все же вы. И именно вам нужно в первую очередь делать для себя подобные вещи. Постарайтесь поработать еще с ассоциациями. То есть, надо вам, допустим, тренироваться. Понятно, что тренироваться не хочется. Безусловно. Ну, благодаря тем средствам, которые я вам озвучил, у вас это сделать получится или, по крайней мере, будет легче. Включите музыку, допустим, и начните тренироваться. Раза три или четыре обязательно включите музыку, только после этого начнете делать упражнения. На первые разы вам понадобится волевое усилие. А дальше будет дело привычки. Более того, услышав эту музыку, вам уже захочется неосознанно начать делать какие-то упражнения. Это называется привычкой, это называется условным рефлексом, и вам это поможет для облегчения задачи, которую вы сами себе поставили. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.